Мы с вами находимся на выставке, которая посвящена эпохе барокко во Фландрии. И главными экспонатами этой выставки являются замечательные натюрморты, написанные фламандскими художниками в основном в XVII веке. И мы, рассматривая эти замечательные полотна, конечно, удивляемся тому, что мы видим. Но вот кроме всего этого великолепия, кроме всего этого богатства, роскоши, фруктов, предметов, изобилия битой дичи, то, что называется натюрморт, мы здесь видим еще и невероятные для того времени, как мы сегодня говорим, экзотические предметы. И рассматривая их, мы можем судить о времени, об истории, о том, что знали уже европейцы, и о том, что в это время начинается эпоха, которую мы называем эпохой великих географических открытий. Дело в том, что после того, что Васко де Гамма обогнул мыс Дом Рододежды и доплыл до восточных стран, появилась возможность привозить товары, которые были до того времени в Европе абсолютно неизвестны. Среди этих товаров было очень много именно экзотических предметов и материалов. Например, конечно же, одним из главных предметов экспорта из стран Востока и непосредственно с Дальнего Востока и из Китая был фарфор. И если мы присмотримся к натюрмортам, и вот как раз тот натюрморт, перед которым мы сейчас находимся, посмотрите, здесь кроме битой дичи, кроме собаки, кроме фруктов, здесь еще замечательный кусочек натюрморта на столе, где использованы сине-голубые предметы. Это посуда, можно сказать, и это изделие выполнено из настоящего фарфора. Конечно, фарфора тогда европейцы еще не знали, они не могли просто его сделать. Это был китайский секрет. Неизвестно было, из какой глины делаются подобные изделия, неизвестно было производство. Не знали, что нужно использовать именно фарфоровые камни, именно каолин, кстати, китайское слово, которое используется и в европейских, и в русском языке, для обозначения глины, из которой делается фарфор. И, кроме того, не знали, что нужно обжигать при таких высоких температурах, а температура обжига фарфора больше 1350 градусов. Только тогда появляются вот такие замечательные крепкие предметы, прочные. И китайцы характеризовали свои изделия фарфоровые как тонкие и звонкие. И, конечно же, ими и восхищались в Европе. Фарфор был чрезвычайно практичным материалом. В первую очередь его можно было спокойно мыть. Это было гигиенично. Кроме того, он не впитывал ни грязь, ни запахи. И, конечно, такую посуду пытались приобретать. И приобретали в основном... Ну, сначала это были правители, это была знать Нидерландов. А через определенное время, когда поток этих изделий хлынул в Европу, тогда могли себе позволить блюда, посуду, изделия типа чашечек, тарелок. И могли позволить себе и просто горожане, достаточно состоятельные горожане. Все-таки, хотя привозилось из Китая огромное количество этих предметов, все-таки это не то, что использовалось повседневно. Конечно, в основном выставляли на полках, в интерьерах. Эту посуду показывали и демонстрировали таким образом свою состоятельность, свое богатство людей. И появляется даже такое понятие, как пронг. Это в основном говорило о том, что человек демонстрирует именно свое богатство. Это было отчасти хвостовство. И когда гости приходили, они видели вот эти замечательные, блестящие, сине-белые, яркие изделия, экзотические, опять же, то они понимали, что вот этот дом состоятельного горожанина. В Европу привозили эти предметы на кораблях из Китая. И эти корабли, ну, это предположение наше, но, скорее всего, так и есть, эти корабли назывались крак. Это были португальские корабли, португальская торговля, остынской компании. И привозили на каждом корабле иногда по нескольку сот тысяч предметов. Сегодня это подтверждается, например, находками, когда поднимают со дна моря затонувшие корабли, и там оказывается, ну, например, 500 тысяч предметов или даже больше. И действительно, вот этот поток фарфора, он хлынул в Европу. И главными потребителями, можно сказать, фарфора были португальцы. Именно португальцы привозили сначала фарфор к себе, потом это Испания, потом это Нидерланды и Южные, и Северные, ну и позднее, чуть-чуть позднее Великобритания. И действительно, если такое количество предметов привозили, их продавали, они были достаточно дороги, но все-таки люди могли себе позволить, потому что это расцвет вот как раз городов и торговли. И получается, что вот эти предметы на этих роскошных натюрмортах, они как раз и отражают вот эту эпоху 17 века, барокко, когда все передается в таком изобилии прямо. Изделия, которые мы видим на полотнах и которые мы постарались представить в осознанных натюрмортах в объеме и реальными предметами, мы видим несколько основных форм. Это, во-первых, вот эти блюда большие, кроме того, это разные формы вазы, которые мы можем увидеть в нескольких витринах, и, кроме того, чаши. Чаши оказываются очень важными моментами, потому что именно в чашах представлены на полотнах в основном фрукты, ягоды. Очень популярно в чашечках китайского фарфора было выставлять землянику и черешню. И это тоже можно видеть на картинах. Маленькие чашечки, которые представлены в соседних витринах, внутри имеют роспись в виде попугаев. И отсюда, например, их иногда название – попугайные чашечки. Форма чашки имела значение, потому что неважно, как они бы использовались в Китае, но в Европе они получили иногда свои названия. Как, например, в форме колпака, то есть вот этого головного убора, который носили в Нидерландах. И, опять же, эти изделия очень тонкие, очень дорогие, очень практичные, ну и страшно популярные. Но кроме фарфора мы можем сказать о том, что привозили и еще более редкие предметы. То есть это было настолько экзотичным, что, я думаю, в Нидерландах просто не понимали тогда, что это за материал. И среди вот этих изделий мы постарались показать один из самых редких материалов, самых дорогих материалов. Это изделие из природного лака, а лак на Дальнем Востоке – это сок лакового дерева. Это такой природный полимер, засыхающий вот этот сок, он засыхает на воздухе, превращается в пленочку. Если ее отполировать после того, что длительное время ее высушивали, то получается такое вот глянцевое тоже покрытие, которое не пропускают воду. И, опять же, эти изделия были, во-первых, очень дорогими по производству, а во-вторых, они были тоже очень практичными. И, наверное, в таких чашечках могли привозить какие-то вот редкие фрукты, и они хорошо сохранялись. И мы действительно на полотнах видим именно изделия из лака. Это совершенно удивительно, потому что привезти их трудно. Главное, чтобы на них не было изменения температуры, изменения влажности, когда их везли. Но все-таки вот они оказываются в быту у горожан. И вот на этом натюрморте Снайдерса мы видим не только фарфоровую чашу, наполненную всевозможными фруктами, но еще и две чашечки поменьше. Одна черная снаружи и красная внутри, наполненная лесным орехом, а вторая еще более экзотичная, потому что здесь мы можем говорить не только о торговле редкостями и предметами, но еще и о том, что в Европу завозят шелкопряда и пытаются создавать шелковые ткани собственного производства, и в частности во Фландрии, а раньше в Италии. Но для того, чтобы разводить шелкопряд, нужны были тутовые деревья, шелковица. И вот здесь, вот в этой чаше, мы видим ягоды, шелковицы. Это совершенно невероятное свидетельство вот этих вот проникновений одной культуры в другой. И мы можем говорить, конечно же, об этом периоде, как о периоде не только вот такого обмена, культурного обмена, товарами обмена, но вообще это начало глобализации. Опять же, богатство и роскошь этого периода, времени барокко во Фландрии нашло отражение именно вот в этих натюрмортах.